Лежит на столе книга. Её Владимир Сутеев написал. И все-все картинки нарисовал. Живут в этой книге две сказки про карандаш и краски. Краски дружат с петушком, а карандаш умеет рисовать страшного зверя. Уже догадались, какую сказку мы будем читать? Жил на столе у Вовы карандаш. Однажды, когда Вова спал, в стол забрался мышонок. Увидел карандаш, схватил и потащил к себе в норку. — Отпусти меня, пожалуйста, — замолился карандаш. — Ну зачем я тебе нужен? Я деревянный, и меня нельзя есть. — Я буду грызть, — сказал мышонок. — У меня чешутся зубки, и я всё время должен что-нибудь грызть. Вот так! И мышонок больно укусил карандаш. — Ой, — сказал карандаш, — тогда дай мне в последний раз что-нибудь нарисовать, а потом делай, что хочешь. — Так и быть, — согласился мышонок. — Рисуй. Но потом я тебя всё равно изгрызу на мелкие кусочки. Вздохнул тяжело карандаш и нарисовал кружок. — Это сыр! — спросил мышонок. — Может быть, и сыр, — сказал карандаш и нарисовал ещё три маленьких кружочка. — Ну, конечно, сыр! А это дырочки в нём! — догадался мышонок. — Может быть, и дырочки, — согласился карандаш и нарисовал ещё большой кружок. — Это яблоко! — закричал мышонок. — Может, и яблоко, — сказал карандаш и нарисовал несколько вот таких длинных кружочков. — Я знаю, это сардельки! — закричал, облизываясь мышонок. — Ну, кончай скорее! У меня ужасно чешутся зубки! — Подожди минуточку! — сказал карандаш. И когда он начал рисовать вот эти уголки, мышонок закричал. — Это похоже на кот! Не рисуй дальше! А карандаш уже нарисовал большие усы. — Это настоящее кошко! — пискнул испуганно мышонок. — Спасите! — и бросился к себе в норку. С этой поры мышонок оттуда носу не показывал. А карандаш у Вовы до сих пор живёт. Только он стал вот такой маленький. И ты своим карандашом попробуй нарисовать такую кошку на страх мышам.